07.05. Такой ник. Российское общество готово к вторжению в Украину. Какое количество нас там нетов должно погибнуть, чтобы власть начала опасаться протестов? Ну, 07.05. Ну, такое впечатление, и это подсказывает историю Советского Союза, России, что это не главный фактор, количество гробов, которые будут поступать. Известно, как это делается. Компенсации выплачиваются, но с условием, что родственники не будут придавать этому политический смысл, политическое значение. Заниматься расследованием. Вот мой знакомый Андрей Могилянский, он занимался расследованием и Норд-Оста, почему и какой эффект был от применения этого усыпляющего вещества. Оказалось, что 17% это было известно, заранее погибают. То есть там вот не антидот, не проблема антидота, не проблема неправильного там доставки людей, а проблема просто погибают и все. То же самое с Норд-Остом, там, любая попытка расследования, но там не было инструмента, понимаете, там использовались репрессивные инструментарии против тех, кто пытался расследовать и матерей Беслана. Общество готово к вторжению и у меня такое ощущение, что остановить это вторжение сейчас в связи с тем, что американцы не очень поддерживают Украину и с большой вероятностью могут не прореагировать на факты наступления. России на Украины. Большая роль принадлежит только самой Украине. Сможет ли она? Делается сейчас все возможно. Мне кажется, недостаточно. Я критикую довольно часто Зеленского и его команду. Мне кажется, вот эта работа очень важная. Выявление агентурной сети российской, она не проделана. И агентурная сеть продолжает влиять на всю эту ситуацию в Украине. Мне кажется, что многое из того, что должно было бы быть сделано для защиты Украины, этой новой команды, но уже не новой, не сделано. Вот. Но я так далеко, что я просто иногда думаю, что я и не имею права критиковать. И тролли появляются довольно часто и говорят там, отстаньте от нас, не высказывайте своего мнения. Это интересно. Украина должна победить. Моя точка зрения. Должна не пытаться решить любым способом эту проблему мирным. Потому что мирного решения не будет, придется отдавать другие куски Украины, если начнется попытка, так сказать, договариваться с Путиным. Как в Грузии соглашение Медведева-Саркази привело к тому, что по дороге назад российские войска захватили еще Южную Осетию. А здесь в Украине есть еще что им захватить. Фактор главный – это сила армии Украины. Сегодня надо делать все возможное власти для того, чтобы ее укреплять, для того, чтобы получать вооружение любыми способами от любых соседей, от восточноевропейских государств, у которых оно есть, это оружие. И рассчитывать на то, что протесты остановят – это варварство, ну, я бы не стал. Протесты Ну, никогда не останавливали в России, в Советском Союзе варварство. Только борьба. Только серьезное противостояние вооруженное. Партизанское движение, которое, в конце концов, там, победили, там, в 56-м, что ли, году уже. Вот. Но все-таки это было сопротивление, которое учитывали и которое создало условия для того, чтобы Украина стала независимым государством. Так что, парабеллу. Готовься к войне. Хочешь жить в мире – готовься к войне. Парабеллу.